Скажите, пожалуйста, чем отличается необходимость каких-либо вещей, либо от корысти? Как определить, корыстно человек настроен, или ему это необходимо? Хороший вопрос. Очень просто определить. Вот смотрите, когда человек корыстно настроен, у него жажда. Вы можете принести, принесите вот эти все записки. Да, человек корыстно настроен, ему жажда. У него жажда эту вещь иметь, жажда. А когда человеку нужна вещь, он думает, мне нужна вещь. Ну, купить некогда, к сожалению. Куплю попозже. Все-таки нужна. Вот допустим, мне нужно было лекарство. Мы ехали по дороге, мне нужно было лекарство. Остановились, вот эти купили. Но я не сидел, не думал. Лекарство, дорогое, классное. Я об этом не думал. Просто нужно лекарство, и все. Чувствуете разницу или нет? Я хочу купить дом, я хочу купить дом, я хочу купить дом. Потому что во время деньги накопились, судьба дарит деньги. Деньги накопились, жить мало, площадь жил, площадь маленькая. Ну, давай купим дом. А если я сижу и думаю, оооо, как я хочу больше жил, площадь. Это корысть. Корысть это когда человек занят думанием о том, что ему надо иметь. А необходимость это когда раз пришло, вот это необходимость. Понимаете разницу или нет? Когда человеку необходимо, то тогда сам Бог дает ему это. Потому что это необходимо. Но когда это корысть, тогда от человека жжение изнутри возникает. Его жжет. Это сила жжения. Мысли постоянно об этом. Она разрушает всю жизнь человека. Когда человек думает о плодах своего труда, о том, что ему нужно. Вся жизнь его становится тяжелой и бессмысленной. Вот смотрите, человек думает. Скорее бы закончился рабочий день. То есть он отдыхает. Он работает нормально, нет? Он всю работу мучается, потому что он ждет, когда закончится рабочий день. Потом человек целый месяц ждет зарплату. Он нормально живет, нет? Он мучается, потому что он ждет рабочий день. Вот если женщина забеременела, допустим, и она ждет ребенка, она его не выносит. Почему? Потому что ждет означает хочет быстрее родить. Он же все равно не родится быстрее, чем и разовьется. Это значит, что она должна спокойно его носить и не думать ни о чем. Он сам развивается там себе. Я вот живу спокойно. Придет время родиться. Врачи говорят, надо быстрее ржать. Но от нее же это не зависит. Когда разовьется, когда она будет ржать. Он же апереносила. Кто его знает, переносила или нет? Там же не запрограммировано. Но он не успел-то разбиться. У него что-то немножко задержался. Две недельки можно еще поносить. Что париться? Но если у вас тело расслаблено все, вы рожать не хотите, тогда понятно, что надо стимулировать ржут. Зарядку начать делать. Видите, корысть, она всегда связана с желанием что-то иметь. А бескорыстие не означает, что я отказываюсь от того, что необходимо. Если человеку что-то необходимо, он это берет от жизни. Опять же, для чего он это берет? Вот для того, чтобы не читать лекцию, мне нужен вот этот полувек. Я говорю, покупаю. Но если я не читаю лекции, зачем мне ее покупать? Я не хочу отходить в этой одежде, допустим. Зачем мне ее покупать? Я ее покупаю для того, чтобы читать лекции. Но если человек шмотки подряд все покупает, нужны они ему, не нужны, это корысть уже. И это будет приносить страдания. Потому что покупать шмотки, это не проблема. Проблема на них работает. Вот страдания как раз во время этого труда происходят. Потому что человеческая жизнь предназначена для молитвы, для самоосознания, для прощения, для любви, для отношений. А работа это то, чтобы это иметь, поддерживать это все. Потому что невозможно жить без еды, без жилья. Для этого нужна работа. Но если человек кроме работы ничего нет, это значит, что он жадный. Потому что только жадные люди постоянно думают о работе и о покупках. И сейчас всю культуру пытаются под это подстроить. Это принесет страдания планете. Люди должны думать о самосовершенствовании, об отношениях, о развитии. А работа тоже хорошо, но на втором месте. И покупки тем более на третьем месте. Не надо сильно стараться думать о покупках. Это разрушает жизнь. Деньги это кровь сультуин. Если человек просто так их тратит на безделушки, значит его судьбу он прожигает зря свою жизнь. Спасибо.